Участие в слёте приняли 12 команд по 10 человек. Это рекордное количество за всю историю проведения соревнований. Предыдущие шесть лет они проходили на территории детского сада Подсолнух. В этом году юные туристы приехали в более подходящее для походов место. Места в детском саду нам стало мало. Мы выросли из этих штанишек и хотим попробовать что-то большее, интересное. Ну и, конечно же, командам интереснее присутствовать в лесу и заниматься действительно туризмом, туристическим слётом в таких нужных условиях, в которых он должен проходить. Напутственные слова, поднятие флага, раздача маршрутных листов. Условия соревнований для детей ничуть не уступают взрослым. В каких-то сложных этапах у нас есть контрольное время. То есть, если дети не успевают у него уложиться, то мы останавливаем команду, и она получает какие-то штрафные баллы, идёт дальше работать. Некоторые этапы, они обязательно у нас будут отрабатывать до конца, чтобы они попробовали, и даже если где-то будет не получаться, то судейская коллегия будет им подсказывать помогать. То есть, наша задача не только выявить победителя, но и чтобы дети попробовали и научились чему-то, что у них не получалось на территории детских садов, потому что здесь всё-таки условия другие уже, природа, и чуть посложнее всё будет. Каждая команда должна преодолеть восемь этапов, каждый из которых связан с отработкой туристических навыков. С каждым годом количество детских садов растёт, воспитанники которых приобщаются к активному отдыху на природе. Они узнают о правилах поведения в лесу, о нехитрых премудростях, как организовать привал, и об оказании первой медицинской помощи. Поход – это настоящее приключение. В таком путешествии у ребёнка вырабатывается дисциплина, чувство ответственности, самостоятельности, товарищества. Я научусь завяживать шнурки, я буду быть очень быстрой, ловкой, сильной. Я всегда буду стремиться к победе, чтобы всегда побеждала. Я хочу научиться здесь очень многому, чему тяжело научиться. Ещё нужно ставить палатку правильную и разжигать костры. Но тебе вот до сегодняшнего соревнования приходилось самой ставить палатку? По жерзням пойдёмте. Да. Скоро лето, и такие навыки пригодятся юным туристам в семейных походах. Все участники слёта получат сертификаты, а лучшие три команды – памятные подарки, призы и кубок. Елена Хромова, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей. Готова!